Доставить донесения в штаб, превозмогая военные тяготы под звуки канонады, собрать посылку на фронт, написать солдату письмо из будущего. Окружной кровеческий музей в преддверии 9 мая проводит интерактивную игру для младших школьников. Поучаствовать в ней могут все желающие в возрасте от 5 до 11 лет. Послал солдат немецких. Против всех людей советских. Это значит против нас. Участники интерактивного занятия, младшие школьники, сегодня в преддверии Великого дня, Дня Победы, сотрудники окружного кровеческого музея подготовили для них урок. Посылка на фронт – это проект, который помогает самым маленьким понять глубину и масштаб той ужасной войны и радость победы. Вместе они собирают посылку неизвестному солдату. Для бритья не отправляем. Конечно, пускай ходят бородатые. Во время занятия ребята участвуют в игре донесения, пытаясь доставить важный пакет в штаб под звуки бомбежки, преодолевая различные препятствия. В 73 года минуло со дня окончания войны, но правнуки помнят подвиг героев. Благодаря родителям хранят и пересказывают семейные истории. Ну, я не знаю, но я знаю, что мой дедушка Вова воевал на водне. Когда за ним побежали двое с автоматами, он убежал и спрятался где-то. Залез. Потом они его искали, а не нашли. А он спрятался в кустах и выстрелил. Дедушка Дима пока на море воевал, а потом на траве с немцами. Патриотические занятия для подрастающего поколения в Краеведческом музее, особенно в преддверии 9 мая, добрая традиция. В этом году как-то поособенно слушают все, что касается военной тематики. Возможно, вокруг себя слышат какие-то разговоры о войне. Мир неспокоен, к сожалению. Поэтому их глаза, их мысли, они рассуждают, думают. В конце занятия школьники написали свое письмо на фронт, рассказали солдатам, которые в те страшные годы защищали нашу родину, о том, как живут сейчас. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.